Всем привет! Снимаю очередной влог. Сегодня мы с вами прогуляемся по Невскому проспекту. Я обещала вам эту прогулку. Сегодня хорошая погода, довольно солнечно, но, правда, немножко ветрено. Приехали мы с мужем сюда на автобусе. Это практически самое начало Невского проспекта. За моей спиной, точнее, начало. Мы сейчас находимся рядом со станцией метро Адмиралтейска. Очень интересная станция. Хотелось бы вам о ней немного рассказать. Вестибюль этой станции находится в обычном жилом доме. Очень долго жители города ждали, когда, наконец, откроют эту станцию. 14 лет ее не могли открыть. 14 лет все поезда, которые шли по ветке от Достоевской до Чкаловской, просто проезжали мимо такой станции призрака. Всем очень было интересно, что же, наконец, здесь получится. Получилась прекрасная станция метро, которая жителям вот этого достаточно большого района очень сильно облегчила жизнь. Ближайшее метро здесь, на Невском проспекте, и до него надо идти достаточно долго. Это метро построили, все счастливы. И оно, кстати говоря, самое глубокое в Санкт-Петербурге. Глубина залегания более 80 метров. Очень длинные эскалаторы. В общем, достаточно глубоко все это находится. Причина такого глубокого залегания метрополитена в Санкт-Петербурге обусловлена тем, что город Петр Первый построил на болоте. Он выбрал именно эту часть для постройки своего детища, своего города, своей столицы, для того, чтобы получить выход, доступ к Балтийскому морю, выход в Европу, окно в Европу. Да, как говорится, прорубил, чтобы можно было торговать европейцами, чему-то у них обучаться. Очень удобно, но из-за того, что город на болоте, здесь совершенно ужасный климат. Рядом, опять же, Балтийское море, постоянно дуют ветра. Лето в этом году не было, в принципе, в нашем городе. Ну, в общем, вот так вот немножечко Петр всем петербургцам подсолил. Но зато после того, как он установал свою столицу, Россия начала развиваться достаточно такими неплохими темпами. Правильно я говорю? Угу. Вот, правильно. Так, что еще можно об этом сказать? А, ну да, вот, что касается метро. Я немножко отвлеклась. Именно из-за болотистой почвы метро в Санкт-Петербурге очень-очень глубокое. Просто по-другому не получится. Я была в разных городах, и зачастую, чтобы спуститься в метро, достаточно спуститься всего на несколько ступенек, да, там, может, метров 15-20 или сколько, да. А здесь получается 80. И эта станция самая-самая глубокая. Если сравнивать ее по глубине с метро в Украине, то она на третьем месте. В Украине есть две еще более глубокие станции. Две. Я в Википедии смотрела две. В общем, да, вот как-то так. Не знаю, насколько... Прошу прощения. Не знаю, насколько вам интересна эта информация, но для общего развития, думаю, неплохо. Кстати, перед собой мы сейчас видим университет технологии дизайна. Здесь выпускаются дизайнеры, которые потом шьют, видимо, какую-то одежду в горы, точнее в народе. Этот университет называется тряпочка. Андрей Аршавин, кстати, его закончил, после чего шил зенитовскую, видимо, форму и что-то в этом роде. Так, мы сейчас вышли на Большую Морскую улицу. Прошу прощения. Если пойти направо, то мы уткнемся в Исаакиевскую площадь. Там будет Исаакиевский собор. Также там будет гостиница Англитер, довольно известно. Но мы туда не пойдем. Мы пойдем на Невский проспект. Раз уж я обещала вам прогулку по Невскому, то давайте ее начнем именно с пересечения Невского проспекта и Большой Морской улицы. Кстати говоря, предыдущую нашу прогулку, когда я гуляла по Дворцовой и по набережным, я ее завершила именно на этом пересечении. Давайте посмотрим, что интересного есть на Невском проспекте. Эта надпись сохранилась здесь со времен Великой Отечественной войны, со времен блокады Ленинграда. Это река Мойка. На той стороне, на набережной реки Мойки, находится Российский педагогический государственный институт имени Герцена, довольно известный. Вот рядом со сквериком, вот эти небольшие здания, это как раз-таки он. Там очень много корпусов, и там учат будущих педагогов. Невский проспект имеет протяженность 4,5 километра. Начинается он около Адмиралтейства и заканчивается рядом с Александрой Невской лаврой. Там, где находится площадь Восстания, он имеет некий излом. Обусловлено это тем, что Невский проспект строили с двух сторон. Одну сторону от Адмиралтейства, точнее, начинали... Одна половина от Адмиралтейства строилась, а вторая от Александра Невской лавры. И так получилось, что не совпали они, не получилась у них ровная дорога и небольшой изгиб. Его пытались сравнять, но потом оставили эту затею. И теперь это особо важно, наверное, мне кажется, информация для туристов. Часть Невского проспекта от площади Восстания, это там, где Московский вокзал, и до Александра Невской лавры, называется в народе Староневским проспектом. Но на самом деле нумерация там домов, это просто Невский проспект. Но если вам кто-то скажет, что вам нужно на Староневский, знайте, что на карте вы его не найдёте. К вопросу, где в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, который является центром города, можно покушать. Например, можно зайти в Сабвей. Этот, тот, который вы видите перед собой, самый большой и самый первый из Сабвеев, которые появились в Петербурге. Сейчас этих Сабвеев просто пруд пруди, их полным-полно, и, к сожалению, снизилось качество того, что там готовят. Но когда-то было так здорово зайти в этот Сабвеев, он был единственный в Петербурге, посидеть где-нибудь рядом, около окошечка, точнее, не рядом, а около окошечка, и смотреть на идущих людей. На Невском проспекте просто огромное количество магазинов, каких-то лавочек сувенирных. Магазины, в основном, конечно, с одеждой, либо с какими-то аксессуарами. Например, посмотрите, трехэтажный магазин Zara. Также здесь просто огромное количество разных кафешек. Можно идти, буквально в каждом доме что-либо интересненькое найти. Есть подороже, есть подешевле, но голодными вы точно не останетесь. Вот там впереди вы видите вывеску столовая номер один. Это тоже такая сетевая столовая. Если вам захочется котлет, пюре и салатов с компотом, то вполне можно там поесть достаточно недорого. Единственный минус этой столовой, вас могут обсчитать на кассе, так что обязательно считайте, что вам вбили в чек. Мы сейчас свернули на Большую конюшенную улицу. Мы вообще сегодня идем по Невскому и сворачиваем везде, где есть хотя бы что-нибудь интересное. Сейчас мы на этой большой конюшене, посреди которой, как вы видите, такой небольшой скверик. Сейчас мы посмотрим кое-что интересное. Это самая знаменитая пышечная в Санкт-Петербурге. Открыта она была в 1958 году. И с тех пор ни интерьер, ни похожи сами пышки, их цены существенно не поменялись. Пышки там довольно дешевые. Интерьер довольно такой убогенький, савдеповский. Посмотрите, сколько туда всегда идет людей. Там просто реально не развернуться, потому что все знают про эти пышки. Хотели когда-то закрыть это место, но народ отстоял и не дал этого сделать. В общем, пока снимала и смотрела я на этих людей, которые ходят туда-сюда, сама проголодалась. Давайте зайдем внутрь. Здесь два зала. И посмотрите, какая гигантская очередь. Такие столики, все просто. Подойдем поближе, посмотрим, сколько стоят пышки. Очередь двигается достаточно быстро. В общем, можно постоять. Минут 15 у нас это займет. Так что постоим. Купили мы пять пышек. Пышки здесь стоят по 13 рублей. Также взяли кофе. Точнее, я бы это назвала кофейным напитком из моего глубокого школьного детства или даже садиковского. Это нечто такая бурда. Кофе с молоком, с сдущенным по 25 рублей. Почему мы взяли пять пышек? Я давно заметила такую тенденцию, что трех пышек мне много, а двух мало. Поэтому мы решили взять пять и по-братски поделить по две с половиной пышки. Также очень интересная деталь. Посмотрите, вот на это. Это салфетки местной пышечной. Они здесь такие, наверное, со времен основания. То есть это просто резаная такая тонкая бумажка. Может быть, этой бумагой удобно пышку держать, но совершенно невозможно вытирать ей руки. Она достаточно такая жесткая. Но это, скажем так, фишка данного заведения. Так что мы сейчас будем пушать. Будете в Петербурге, обязательно зайдите в эту пышечную. Сколько мы постояли в очереди? В очереди мы стояли порядка 15 минут. Вот пришла вот такая вот киска. Она здесь, наверное, живет. Но почему-то очень худенькая. Наверное, пышки она не ест, а мясо здесь не подают. Да, кошечка? Так что мы сейчас будем все это пушить. Не забудьте об этом месте, когда будете в Петербурге. Перекусили мы немножечко. Я вся до сих пор в пудре сахарной. Действительно хорошее место, недорогое. И быстренько перекусить можно. Я думаю, такое известное место просто необходимо посетить. А сейчас мы проходим мимо дома ленинградской торговли, который, если его сократить, будет называться ДЛТ. Когда я была маленькая, этот ДЛТ представлял собой просто обычнейший универмаг, где продавалось все. От канцелярии, игрушек до детской одежды. Потом его закрыли на долгое время. И теперь здесь сплошные бутики. Я даже туда боюсь заходить, потому что цены там реально запредельные. Кстати, вот, посмотрите. Отсюда можно посмотреть. Есть, что здесь? Дюпон, потом там Меркьюри, там Том Форд. Также здесь есть Корнер Мак, Шанель. И вот. Другой вход. Мы видим, что там есть Эсти Лаудер, Дольче Габбана, Сисли. Что еще? Эрмес. Ну и много всего интересного. И охранники на меня так косятся странно. Перед нами сейчас находится Евангелическая Литеранская Церковь Святой Марии. В этой церкви находится воскресная школа, и детишки-католики могут ее посещать совершенно бесплатно. Также в этой церкви моя подруга крестила свою дочь, мою крестницу. Потрясающий в этой церкви орган. Она вроде бы маленькая, но очень-очень уютная. Те несколько раз, что я там была, я осталась в полном восторге. Не знаю, можно ли туда будет зайти, но давайте попробуем. Вот такая вот церковь Святой Марии. Такая маленькая. Очень удобная. Впереди вы видите изображение Иисуса. Больше иконы, никаких изображений ни Бога, ни кого бы то ни было в католических храмах нет. Наверху тоже, наверное, есть. Вот видите, два этажа. И орган, посмотрите, какая прелесть. Очень громкий. Когда крестили мою крестницу, а как раз играли на этом органе, это было божественно. Забыла, кстати, я упомянуть о том, что именно эта церковь, она финская. Финны являются, скажем так, спонсорами. Когда здесь проходят какие-то детские праздники, на Сочельник, например, перед Рождеством, то всегда детишек ждут конфетки, какие-то финская лакрица. Ну, по крайней мере, несколько лет назад, когда сын моей подруги ходил в воскресную школу, вот у них так все это проходило. Был такой вертеп рождественский. И потом всех угощали вкусными конфетками. Еще концерт. Да, и здесь концерт, вот нам дали такой приходской листок. К сожалению, если бы мы жили где-нибудь поближе, возможно, мы бы сюда ходили чаще, потому что мне нравится, что молитвы здесь читают, дают специальную такую литературу. Можно ее открыть и читать вместе со священником и на русском языке. Ну, естественно, вот здесь есть на русском богослужении, а есть на финском. Чем мне еще нравятся такие церкви, католические, протестантские, лютеранские, тем, что вот я иду по городу, мне захотелось зайти в церковь, и мне не нужно думать, есть у меня платок повязать на голову, нет у меня платка или юбки. Я зашла банально в джинсах и в кедах конверс и прекрасно пообщалась со священником. Он очень радушно нас принял. Мы немножко поговорили о крещении моей крестницы, как это не смешно звучит. Очень милый такой оказался человек, ему было абсолютно все равно в кедах, я в юбке, в платке или лысая, понимаете? То есть здесь к этому относятся проще, и я чувствую себя в таких местах свободнее, и мне там находиться приятно. Я, конечно, ничего не хочу сказать о православных церквях, там тоже очень красиво, очень возвышенно, но есть некоторые условности, ну тот же самый платок и юбка, да, который вот, ну у меня не всегда бывает с собой платок и юбка. Иногда хочется ведь зайти в такое место, зайти, когда вы туда не собирались, просто вот вдруг так захотелось. Полным-полно на Невском проспекте, мы, кстати, уже вернулись, да, на Невский проспект. Полным-полно разных веранд, которые делают Невский еще уже и, разумеется, затрудняют движение. Особенно на 9 мая мы это прочувствовали, когда была просто дикая толпучка. Сейчас давайте посмотрим еще один католический храм. Мы видим перед собой евангелическо-лютеранскую церковь святых Петра и Павла в Петербурге. Для краткости это здание называют Петрокирхи. Здание это было построено в 1833 году. Участок под строительство церкви Петр II даровал лютеранам, чтобы они эту церковь могли выстроить, и, в общем, им было где молиться. В 1837 году она была закрыта, здесь был бассейн, и только в 1892 году была она обратно возвращена лютеранскому приходу и даже повторно освящена в 1897 году. Так что вот такая кирха. Вот такая большая церковь. Я предпочитаю его и свет. А это Казанский кафедральный собор. Был он построен в 1811 году. Это главный храм Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Статус кафедрального он получил в 2000 году. Как вы можете видеть, сейчас он стоит в лесах. Я хотела по нему прогуляться, посмотреть на эти колонны, но у меня, к сожалению, у вас тоже не получится. Очень жаль. Кстати, такой немаловажный факт, он стоит спиной к Невскому проспекту. То, что мы перед собой видим, это его, скажем так, тыл, тыльная сторона. Да, кстати, здесь захоронен Михаил Илларионович Кутузов. Вот, памятник которого я вам покажу чуть позднее. Это памятник фельдмаршалу князю Барклаю де Толли, герою Отечественной войны 12-го года. В небольшом скверике рядом с Казанским собором стоит такой фонтанчик замечательный. Здесь всегда очень много людей. Вы видите, все скамейки заняты. Здесь можно позагорать и просто отдохнуть. С этой стороны, со стороны Невского проспекта, в Казанский собор тоже можно войти. Хотя, муж говорит, раньше здесь входа не было. Но парадный вход находится с другой стороны. Чтобы туда попасть, придется нам обойти все вот это вокруг. И с другой стороны выйти к главному входу. А вот и князь Кутузов-Смоленский. Именно он оставил Москву, чтобы ее сожгли французы. И потом по Смоленской дороге гнал их в обратную сторону сквозь имиджи разоренные города. И тем самым Великая Отечественная война 12-го года, 1812 года, была блестяще выиграна русскими. Вот такой вот он Казанский собор с другой стороны. Вот это парадный вход, который, конечно, с такого расстояния практически не видно. Как вы видите, здесь все в лесах, все перегорожено. Именно по этой причине открыт вход с другой стороны. А так, конечно, там входа обычно нет. Такие вот красивейшие тут колонны, ортики. Очень красивый собор. Вот этот небольшой скверик называется Воронихинский. Здесь есть такой фонтанчик интересный. Я почему-то, глядя на карту, думала, что он чуть побольше и что он простирается еще из-за ворота. Но там уже, видимо, территория РГПУ имени Герцена. Ну, может, оттуда тоже можно пройти, где-то калиточка есть. Но мы уже не пойдем. Мы обошли Казанский собор по кругу. Вот, видимо, здесь тоже есть вход еще один для экскурсионных групп. И сейчас мы опять выходим на Невский проспект на канал Грибоедова. Хорошо. Хорошо. Так, не стихи. Да. Так. Это дом книги. Располагается он в здании, которое построила компания Зингер для открытия главного офисного здания в столице России. Компания Зингер – это именно та самая компания, которая выпускала швейные машинки, которые до сих пор весьма ценятся, скажем так, как антиквариат. Очень редкие и очень дорогие. Здание это предполагало когда-то 11 этажей, но, еще раз повторюсь, ни одно здание в центре Петербурга не может быть выше Зимнего дворца. То же самое коснулось и этого здания, и ему пришлось удовольствоваться столь небольшой высотой. Что касается угла здания, его венчает башня с расположенным на ней шаром-глобусом. Вот, посмотрите, тот самый шар. Диаметр этого шара 2,8 метра. Это один из символов Невского проспекта. Эта башня расположена точно по линии Пулковского меридиана. Что касается дома книги, то там полно книг, также есть небольшая кафешка. Вот вы можете видеть, что люди вот там вот сидят, пьют чай, листают книжки. Это канал Грибоедова. Впереди можно видеть собор Спас на Крови. Я уже рассказывала об этом соборе, но если кто-то вдруг мое видео 9 мая не смотрел, могу повторить еще раз, что этот собор поставлен на месте покушения на царя Александра II. Это покушение удалось. Царь мучительно и долго умирал. И в память об этом здесь стоит такой прекрасный собор, визитная карточка Санкт-Петербурга. Народа на Невском проспекте поприбавилось. Это неудивительно. Рядом находится метро. Метро Невский проспект. Также впереди тоже метро, гостиный двор. Мы двигаемся в сторону площади Восстания. Но как-то очень-очень медленно у нас это получается, потому что, опять же, в каждый двор надо заглянуть, найти там что-то интересное. Между двух жилых домов втиснулась вот такая церкушка. Это католическая церковь Святой Екатерины Александрийской. Построена она была в 1766 году, потом перестраивалась. Но самое главное, это не это. Главное, это то, что на площади рядом с этой церковью круглый год можно наблюдать вот такую картину. Здесь есть художники, которые нарисуют ваши портреты, шаржи и прочее. Здесь можно купить понравившуюся картину. Здесь всегда полно иностранцев, которые покупают эти картины для сувениров. Вот эта вот башня с часами называется Думская башня или башня городской думы, памятник архитектуры. Она была построена в 1804 году и изначально была сугубо функциональная. Сейчас она как элемент декора Невского проспекта. А изначально это была, ну, каланча по-хорошему, пожарная башня. Оттуда смотрели, где в городе горит, что горит. Поднимались сигналы о силе пожара, о направлении. Также подавались сигналы в случае наводнения. А в 1854 году эта башня стала являться одним из звеньев оптического телеграфа. Самого длинного в мире, то есть от Петербурга до Варшавы, можно было при хорошей погоде передать сообщение. Оно доходило за 15 минут. То есть даже по теперешним меркам это очень быстро. А по тогдашним практически мгновенно. Здание, которое вы видите сейчас перед собой, это гостиный двор. Появился он здесь чуть позднее основания Петербурга в 60-х годах 18 века. Это торговые ряды, которые вот уже не одно десятилетие выполняют именно эту функцию. Здесь постоянно чем-то торгуют. На первом этаже сувениры, косметика, сумки. В общем, все что угодно. На втором этаже в основном одежда достаточно недешевая. Также там на втором этаже музей восковых фигур. Еще одна церковь недалеко от Невского проспекта. Армянская апостольская церковь Святой Екатерины. Очень красивая такая, синенькая. Давайте посмотрим ее поближе. Рядом с церковью стоит вот такой крест. На нем написано от республики Армения к 300-летию Санкт-Петербурга. А еще здесь вот такой потрясающе красивый фонтан. Смотрите, какой интересный. А это галерея бутиков Гранд Палас. Там вы можете посмотреть. Продается куча-куча всего интересного. Безумно дорогого. И самое интересное, что там в Рогдизге никогда нет народа. Ну, мягко говоря, там охранников и продавцов больше, чем покупателей. Я туда как-то раз заходила в Гольдеботе. Очень удивилась этому обстоятельству. Аспекте, чтобы перейти по дороге. Спускаемся в подземный переход. Вот, здесь недалеко метро, поэтому людей всегда очень-очень много. И куча-куча разных сувениров просто. Ну, это, понятное дело, для туристов. Петербуржцы проходят мимо, так улыбаются. Вот, но для туристов здесь прямо мягко. Можно купить все что угодно. Синяшки, полотки, футболки, кепки. Ой, чего только тут нет. Вот еще один сабвэйчик, такой полуподвальный. Я сегодня зайду в сабвэй, но в другом немножко месте. И столовая номер один. Вот это часовой фонтан. Он, правда, не работает. Просто так, такой небольшой фонтанчик. Но увидите, что вот этот шар, он очень-очень-очень тяжелый. Но он умудряется, тем не менее, вертеться. Его можно сдвинуть совершенно спокойно. Он на такой водяной подушке расположен. А это фотограф. Я думаю, достаточно известная в Петербурге скульптура. Известна она тем, что если потереть за мизинец, да, вы видите, он отполированный, этого фотографа, или вот собачку погладить, то будет вам счастье. Вдоль всей Малой Садовой расположены вот такие тумбы с фотографиями. На этих фотографиях изображены участники Олимпиады, победители, чтобы мы не забывали о том, что мы выиграли в Сочинской Олимпиаде, мы всех победили. И чтобы мы гордились своей страной, в конце концов, это очень-очень важно. Важно гордиться и любить свою страну. Смотрите, какая замечательная кошечка сидит довольно высоко от земли на фасаде здания. Считается хорошей приметой бросить туда монетку, и чтобы эта монетка осталась на вот этой вот подставочке. Тогда якобы вы поймаете удачу за хвост. А это витрина знаменитого Елисеевского магазина на Невском проспекте. В таком виде он открыт довольно недавно, года, наверное, два, но я могу ошибаться. До этого просто был обычный магазин, а в советские времена здесь находился гастроном номер один. Мы решили зайти в Екатерининский сквер, немножечко прогуляться, немножечко отдохнуть, потому что мы еще ни разу не присели. Екатерининский сквер в Петербурге не очень может быть вежливо называют Катькиным садиком, но зато сразу всем понятно, о каком месте идет речь. Назван этот сквер, мне кажется, именно так, именно потому, что здесь стоит памятник Екатерине Второй в окружении ее современников, которые прославили эпоху ее же правления. Вот вблизи так выглядит этот памятник. Сидят здесь Потемкин, Румянцев, Суворов, потом Безбородко, а также Бецкой, Чичагов, Орлов. Еще две фигуры, это Державин и Дашкова. Вот такие были соотечественные. Перед нами находится площадь Островского и Российский государственный академический театр драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. Также на площади Островского можно найти вот такого дворника с лопатой. Мы подошли к конечковому мосту. Этот мост многим известен именно благодаря четырем скульптурам, расположенным по разным сторонам моста. Эти скульптуры отлил скульптор Клод и называются они украшения, по-моему, дикого коня или просто коня. Во время войны в некоторые из этих скульптур попадали осколки бомб. И вот на том, как раз по стаменте, следы от этих осколков очень даже заметны. Вот тот самый след. Это река Фонтанка. Как раз через нее ее пересекает Таничков мост. Здесь можно покататься на корабликах. Обзорная экскурсия по каналам Санкт-Петербурга. Через 10 минут вот на маршрут по рекам и каналам северной Венеции от Таничкова моста. Приглашаю вас. Красава встречала. Очень, я думаю, тоже интересно, конечно. А мы двигаемся дальше. Канельная обзорная экскурсия по рекам и каналам. После Таничкова моста уже таких каких-то ярких достопримечательностей на Невском проспекте не наблюдается. В основном это какие-то интересные здания, какие-то интересные магазины, кафешки. Но никаких церквей, никаких уже достопримечательностей. что-то мы проголодались. Пройдем-ка мы в Сабвей. Очень люблю я эту еду. Конечно, может, кто-то посчитает, что это наравне с Макдаком, но мне кажется, здесь более полезная, интересная еда. Вот такой красивущий у меня Саб. Это Саб дня с морепродуктами, ну, с крабьейной палочкой. На сером хлебе. Мне кажется, что в последнее время хлеб у Сабвея стал какой-то, ну, что серый, что белый, булка и булка. Вот. Также я, разумеется, взяла попить чай, и муж взял себе огромную пепси. Я удивилась, здесь почти литр. Ну, ладно, пускай пьют. Вот. Чек 255 рублей. Нормально, так что? Мы все ближе и ближе к площади Восстания, и я совершенно не знаю, что еще интересное на Невском проспекте можно вам показать. На самом деле, не знаю, здесь остались одни магазины типа торгового вот этого комплекса Атриум. Остались кафешки всякие разные. На Невском проспекте спрятался фирменный магазин Натура Сиберика. На самом деле, если не знать, что он здесь есть, его совершенно спокойно можно пройти мимо. Чем хорош этот магазин? Тем, что цены здесь, по крайней мере, раньше были ниже, чем в обычных магазинах на косметику Натура Сиберика. Здесь всегда огромный выбор. Ну, правда, приходить надо пораньше. Многие какие-то топовые продукты быстро раскупают. Большой ассортимент, вежливые продавцы, не очень высокие цены. Хороший магазин, если приедете, то обязательно заходите, если вы любите органику. Больше ничего интересного я для вас на Невском проспекте не нашла. Хотите посмотреть подробнее? милости просим в наш гостеприимный город. Мы уже пришли к площади восстания, к стеле, которую я вам уже показывала, к московскому вокзалу. Сейчас мы сядем на автобус и поедем домой. Надеюсь, вам было интересно это видео. Мы для вас гуляли по Невскому проспекту 6 часов. 6 часов гуляли, снимали, и надеюсь, вам будет интересно то, что у нас получилось. Спасибо за то, что посмотрели. Всем пока!